Добрый день, благо уважаемые коллеги, и я позволю себе затронуть такую достаточно актуальную тему. Это смесь фибрилляции предсердий с сахарным диабетом у пациента. Мы признаем, что заведомо подавляющее большинство больных, имеющих фибрилляцию предсердий, коморбидны. Но мы не всегда задумываемся о том вкладе в коморбидность, в прогноз больного, который несет каждое из соответствующих заболеваний. Давайте попытаемся сделать акцент на сочетании двух крайне тяжело протекающих состояний и от фибрилляции предсердий на фоне пациента с сахарным диабетом. И позволим задать себе несколько критических вопросов о том, что происходит с этим пациентом и какова должна быть тактика действия в его отношении. Как их много? Их много. До 40% больных с фибрилляцией предсердий, с диагностированной фибрилляцией предсердий, имеют сахарный диабет. Это большой процент людей, это большой процент людей, течение заболеваний, у которых заведомо осможнилось и будет протекать хуже, чем у кого бы то ни было еще. Первый критический вопрос, который я хочу задать. Заболевания дольше присутствуют у пациента. Если мы посмотрим и включим, глазами пробежимся по критериям тяжести, критериям, увеличивающим шанс на развитие фибрилляции предсердий, то мы увидим, что те пункты, которые подчеркнуты, жирные эпохи выделены, эти пункты наиболее вероятно присутствуют у пациента, имеющего фибрилляцию предсердий. В этот список не вошло ожирение, которое тоже часто присутствует. Каждый из этих пунктов будет увеличивать шанс больного на развитие фибрилляции предсердий. Но я вам сделаю задел на будущее и на окончании лекции скажу сразу, что огромный процент больных входит с диагнозом фибрилляции предсердий, но диагноз этот никем еще не выставлен. Это пока короткие фароксизмы, которые, возможно, не ощущаются самим больным, но они присутствуют и они изменяют его будущее. И мы должны понимать, что чем раньше этот диагноз будет выставлен, тем более ранний период мы сможем начать профилактику эмболии, профилактику нарушения мозгового кровообращения у этих больных. Второй критический вопрос, который я хочу задать и поставить перед собой. Диабет заведомо повлияет на исходы этого пациента. Что имеется в виду? Если мы посмотрим на этот график, то мы увидим, что среди всех больных с фибрилляцией предсердий та когорка, которая имела высокий процент, имела сахарный диабет, имела более высокий процент риска и имела большее число и коронарных событий, и больших церебровоскулярных событий. То есть, среди всех больных с фибрилляцией предсердий эта группа еще более тяжелая. Давайте попробуем выяснить, почему диабет станет причиной коморбидности. Очевидно, что это так. Ответ – да, не просто коморбидности, а наиболее тяжелой коморбидности у этого больного. Если мы представим фибрилляцию предсердий и сахарный диабет у нашего больного, связующим звеном этих двух состояний будет много, но одним из них будет атеросклероз, и мы признаем, что ишемическая болезнь сердца. Будет прогрессировать у этого пациента гораздо быстрее, чем у любого другого. У этого пациента выше шансы на острый коронарный синдром, выше шансы на внезапную смерть, на транзиторную ишемическую атаку и нарушение изголовного вращения. У него выше шансы уйти в деменцию. Почему? Не только потому, что инсульт – основная причина старческого слабоумения деменции, а потому, что у этого пациента есть избыточная масса тела долгие годы и атеросклероз. У нас большая масса тела в среднем возрасте в 4 раза более высокий риск деменции в пожилом. Этот пациент уйдет в ХСН или и в ХСН, и в деменцию, или в сердечную недостаточность. У него будет тяжело протекать, это будет не 6-7 лет, это будет 2-3 года частых декомпенсаций и госпитализаций, и в итоге летальный исход. Мы понимаем, что все это будет протекать в этом кольце хронической болезни почек, потому что все эти состояния будут быстрее развиваться, быстрее прогрессировать и давать более тяжелую клиническую картину, находить тяжелой и более быстро протекающей хронической болезни почек. Поэтому на вопрос, повлияет ли диабет на коморбидность, да, повлияет. Само по себе коморбидное состояние увеличит шансы на другие коморбидные патологии у этого же пациента, а значит, ухудшит его прогноз. Да, это так, мы признаем и мы видим из графика, что огромный процент, до 46% это причина смерти, не вследствие нарушения узкого кровообращения. Это смертность, связанная с коронарной патологией, смертность, связанная с миокардом, и именно это становится причиной смерти в больных фибрилляции предсердия с сахарным диабетом. Соответственно, первый вопрос, критический, который мы задаем себе в видении этого больного, не о заболевании, но о видении, это оценка риска коронарных событий у этого пациента. Мы можем использовать знаменитую, уже достаточно шкалу, мы можем сказать, что огромный балл будет накоплен у всех больных с сахарным диабетом, фибрилляцией предсердий. Они будут в зоне более высокого, более тяжелого риска. Сейчас эта шкала входит в эпиху. Она позволяет оценивать у больных с фибрилляцией предсердий и с сахарным диабетом, оценивать вероятность развития коронарного события. Любой может применить это к своему пациенту, это займет 5-6 секунд вашего времени, положить ее под стекло на столе, оценить риск и сказать, что да, этот пациент в зоне более высокого риска, это более драматичное течение заболевания. Дальше мы должны сказать, что помимо оценки риска события, мы должны такого больного более пристально оценивать сопутствующие состояния. В частности, класс доказанности 1С, но это очевидно, что так мы должны оценивать гиперлепидемические состояния у этого больного, потому что фибрилляция предсердия это одна сторона медали, но на фоне диабета, атеросклероз, в том числе коронарных артерий, будет протекать гораздо быстрее, поэтому такого больного будет требовать более пристального внимания. Давайте заставим этого больного сдать классический набор из 4 параметров и разделим мысли на всех тех, кто имеет гипопротеиды низкой плотности более чем 1,8. Можно с уверенностью утверждать, что в этом зале подавляющее большинство людей имеет ЛПНП больше чем 1,8. Но в этом случае надо ответить на 4 вопроса о пациенте. Согласно американским рекомендациям, если хотя бы на один из этих пунктов мы отвечаем, да, ЛПНП выше чем 4,92, есть сахарный диабет, есть высокий риск, есть атеросклероз, это повод начинать гиполепидемическую терапию этому больному. Мы не можем отмахиваться и контролировать только риск нарушения мозгового кровообращения, но параллельно, понятно, что он будет нуждаться в терапии антикоагулянтами, но параллельно контролировать его либидный профиль мы точно так же обязаны, потому что это коронарный риск. И 46% больных умрут именно от коронарных событий. Есть группы людей, у которых результат окажется меньше, чем 1,8, но очень мало. Они либо очень молодые, в случае диабета это невозможно, либо это люди, которым безумно повезло, и у них врожденная мутация белка PCSK9, эти лифы около 500 на 100 миллионов встречаемости, их уровни ЛПНП сильно ниже, чем единица, 0,0, единица. У них очень низкий уровень ЛПНП, потому что у них нет этого белка. Белка вот с красивым названием, плазменный пропротеин, сутилизин, коммертазы, кипсин 9. Этого белка нет, эти люди живут гораздо дольше, у них не прогрессирует атеросклероз, и они живой ответ на вопрос, можно ли снижать ЛПНП слишком низко, нельзя. Чем ниже, тем лучше. Основная наша масса, имеющая уровень менее чем 1,8, это люди, которые уже получают лечение, у нас нет повода его останавливать. Гиполепидемическая терапия у этого больного носит пожизненный характер всегда, а ее нельзя отменить, нельзя остановить, что бы мы ни использовали. Статины, статины в комбинации с блокаторами всасывания, статины в комбинации с антителами PCSK9, ответа на вопрос, можно ли сегодня остановить гиполепидемическую терапию, он есть, ответ нет, нельзя. Нет цифрового лечения, нет поводов, мы будем влиять на риск, снижая уровень либидов. Но параллельно с этим мы должны задать себе вопрос, а те антикогулянты, которые мы используем, могут влиять на риск коронарного события или не могут? И на этот вопрос, он тоже достаточно критический, мы тоже можем ответить, да, может, потому что да, могут влиять. Для того же реворексабана доказана способность снижать вероятность коронарного события у огромного массива пациентов, и мы видим это в больших мета-анализах. Мы видим, демонстрируются высокие показатели снижения риска инфаркта миокардоострого коронарного синдрома по серии мета-анализов. Мы можем утверждать, что на реворексабане падение достигает 22% согласно данным этих мета-анализов, и это дополнительное снижение риска. Да, основная функция – это профилактика нарушения мозгового кровообращения, но мы параллельно с этим понимаем, что существует точно так же механизм снижения коронарного риска. Мы достигаем нескольких целей одномоментно. Мы можем утверждать, что единственный препарат, атаксорелт, он зарегистрирован в показании снижения риска коронарного снижения смертности сердечно-сосудистых событий даже у пациентов с силосовым ритмом. Это будущее, вероятно, рано или поздно антикоагулянты вытеснят антиагреганты. Пока это не произошло, это в будущем 5-10 лет вперед. Но пока есть экспертные работы, есть мнения, которые утверждают, что именно в эту сторону движется развитие антикоагулянтной терапии постепенно. Параллельно с этим, следующий вопрос, который мы задаем. Если мы взяли липиды под контроль, то следующее, что нам надо взять под контроль, функцию почек. Ни для кого не секрет, что сахарный диабет является одной из основных причин развития тяжелой, не просто хронической болезни почек, а тяжелой хронической болезни почек. Четвертой, пятой стадии ухода на диализ, скорость ниже 15 мл в минуту. Это все больные с сахарным диабетом и в каландиалитической нейропатии. Мы должны всегда дополнительно оценивать функцию почки. Но, соответственно, да, мы признаем, что это так, сахарный диабет в сочетании с уже развившейся ХБП, это наиболее высокое повышение риска у пациентов с фибрилляцией предсердий. Когда диабет, это плохо, но диабет, приведший ХБП, это всегда произойдет, еще более усиливает риск больного. Мы признаем, что сахарный диабет стал причиной огромного числа развития терминальной почечной недостаточности у наших пациентов, в том числе с фибрилляцией предсердий, но не только. Это очень плохой прогноз для почки, она погибает быстро. Соответственно, мы признаем, что любому больному, согласно рекомендациям, мы должны, обязаны, оценивать функцию почки. Причем сделать это не один раз перед началом лечения, а делать это регулярно. Скласс доказанности уровень исследованности 1А. Нельзя выполнять антикорбулянтную терапию без оценки функции почки. Нельзя вести больного с сахарным диабетом без оценки функции почки. Нельзя вести этого пациента с высоким коронарным риском без оценки функции почки. Как часто мы должны это делать? Существует две неспорные, наверное, взаимодополняющие позиции. А как часто мы должны оценивать функцию почки у нашего больного? Первое – это простой метод вычисления. То есть мы делим, посчитали скорость клубочковой фильтрации один раз и дальше делим ее на 10. Если она была 60, мы делим на 10 и получаем один раз в 6 месяцев. Если она была 50, значит один раз в 5 месяцев, 40, один раз в 4 месяца и так далее. Но эта проблема, эта позиция на самом деле не удовлетворяет целому ряду критерий. Мы знаем понятие «острое почечное повреждение» или «опин» на английском. «Equid danger» – это понятие, это событие, происходившее в жизни практически любого человека не один раз. Но мы с вами родились с огромным числом живых нефронов. А этот пациент уже имеет около 500 тысяч миллионов оставшихся в живых. Любая мелочь может спровоцировать тяжелое снижение функции почки. Поэтому целесообразнее использовать вот такой подход. Нет поражения почки ежегодно. У больного есть клиренс креатинин и скорость клубочковой фильтрации меньше 60 каждый месяц. Почему это важно? Потому что наши пациенты отправляются на контрастные исследования. Наши пациенты получают ингибиторы АПР. Наши пациенты могут принять высокую дозу НПВС того же анальгина. Наши пациенты могут получить терапию антибиотиками с нефротоксичным эффектом. И многие-многие другие причины, которые спровоцируют скачок креатинина. Если мы не возьмем анализ, мы не узнаем об этом. Но каждый скачок ОПП от жизни больного, их может происходить десятки, будет еще больше снижать функцию почки. И мы можем оказаться в ситуации, когда мы назначили дозу исходя из верной скорости клубочковой фильтрации. Но спустя полгода ситуация изменилась кардинально. И мы уже наказываем неправильную, назначаем больному неправильную дозу. Поэтому безопаснее делать это ежемесячно. Как считаем? Всемирная ассоциация нефрологов признает только одну формулу. Формулу CPDI-5, хроники Березис-эпидемиологи. Мы считаем, используя 4 параметра. Пол, возраст, раса, уровень креатинина. Третью расу так и не добавили. Пока это афроамериканец или любая другая. Всего 2 варианта. Но уже 2 года обещают добавить третий. Мы обязаны знать о больному уровень креатинина. Сегодня там, где есть доступные высококачественные лаборатории, это не только креатинин, но и цистатин С, что сильно у пожилых больных повысит точность исследования. Мы должны помнить ограничения метода. 4 группы людей и исключения с исключением из правила. И мы не можем считать у них, используя никакие формулы вообще. Формул на самом деле много. Есть CKDI API, есть старая МДРТ, есть Кокровт Голл, есть Джеллифт, есть Формула БИС, есть микроватная формула Шварц. Их огромное число. Самое исследованное, единственное рекомендованное CKDI API. Заметьте, она не использует вес больного. Поэтому избыточная масса тела и отеки не повлияют на результат. А вот отсутствие конечности, то, что указано, повлияет. Потому что в этой формуле зашито и спрятана площадь поверхности тела. И если наш больной с диабетом получил ампутацию одной или нескольких конечностей, то очень вероятно, что эту формулу мы использовать не сможем. К сожалению, это правда. Вегетарианство встречается истинное гораздо реже, хотя это так. Я сразу скажу, что человек, находящийся на посте, или человек, который старается не есть мясо, или человек, который вегетарианец, но позволяет съесть творог и пить молоко, сюда не относится. Истинные зеленые так называемые веганы, которые вообще не употребляют ничего, кроме растительной пищи. Вот только они попадают в эту группу. Без сомнения, беременные лица с нефункционирующей почкой. Она может технически присутствовать. Это часто звучащий вопрос. Но не функционирует. Параллельно всегда стараемся оценить альбуминурию там, где это возможно. Но вопрос, что делать, если конечность ампутирована? Если по колено, не страшно. Две ноги по колено еще можно посчитать по формуле. Но нога, ампутированная по бедро, мы, к сожалению, формулу использовать больше не можем. И вынуждены использовать только пробу Рейберга-Долеева. Это неточный результат. Умой в далекой действительности. Советую считать и формулу, и пробу Рейберга-Долеева, и выбирать некое среднее значение. Но вариантов больше нет. Единственное, что рекомендовано в мире, проба с эмулином. Но она недоступна у нас в большинстве учреждений. Посчитали. 21-й век. Мы все фотографируем на телефон. У нас там стоят приложения. У нас там стоят ватсап, вайбер, инстаграм, телеграм, яндекс.карты. 21-й век дал нам возможность не держать формулу в голове. Пожалуйста, помните, что вы можете в любой момент открыть App Store или Android, или Google Play Market. Взоровать в поиске SKF. И выбрать любое из сотен бесплатных приложений, поставить его себе на телефон. 10 секунд вашего времени будет занимать достать телефон из кармана, поставить галочкой расу, поставить галочкой полча у пациента, ввести уровень приотенина и возраст, нажать расчет. 10 секунд вашего времени. И у всех пациентов посчитано SKF. И терапия перешла на гораздо более высокий уровень безопасности. Сегодня у любого врача в телефоне должно стоять подобное приложение. Но если этот телефон куда нельзя ставить приложение, то точно так же можно считать онлайн. Существует множество сайтов, где вы можете это сделать. Вы пробуете те же самые параметры по возрасту, раз, уровень, третий, не насчитаете онлайн. Но у любого больного, которого мы ведем, ведем на антикорблянтной терапии, ведем на терапию сахарный диабет, вообще у любого больного. SKF сегодня должна быть рассчитана. Точно так же, как мы выполняем гуспультацию больных с гневмонией, гипальпацию живота при подозрении на острый живот. Это обязательное правило сегодня абсолютно для всех пациентов. Посчитали, и больной попал в одну из групп. Чем ниже скорость клубочковой фильтрации, цветами отмечены уровни риска больного. И если риск опускается в красную зону, это пациент высочайшего риска, пациент высочайшего риска любого сердечно-сосудистого события. Мы должны понимать, что чем ниже риск, тем хуже, чем ниже скорость клубочковой фильтрации, тем хуже прогноз этого пациента. Ниже 15-ти, ведение без нефролога невозможно. Поэтому мы ставим диагноз ХВП и пишем это в историю болезни в конце основного диагноза и ведем больного дальше. Помимо этого, мы требуемость должны выбирать антикоагулянт, который был специально исследован и изучен у пациентов с хронической болезнью почек. Без сомнения, это ремароксабан, который специально исследовался у пациентов с хронической болезнью почек. Их было достаточно большое количество в этом исследовании. Мы должны понимать, что Рокет охватил большой массив больных с ХВП. И по сути, это антикоагулянт, специально спроектированный, в том числе для больных с хронической болезнью почек. Это надо понимать. И выбирая антикоагулянтную терапию, учитывать текущую скорость клубочковой фильтрации и стадию хронической болезни почек. Но помимо этого, это создаст для нас проблему дополнительного оценки риска кровотечения. Диабет, коморбидное состояние. Параллельно мы стараемся минимизировать риск кровотечения у этих больных. Потому что кровотечение, в том числе, завязано с функцией почки. Чем больше процент эллиминируется через почку, тем выше риск накопления и кровотечения у нашего пациента на антикоагулянтной терапии. Поэтому мы можем, конечно, использовать шкалу ХАСБ. Но это психологическая ловушка врача, который начинает высчитывать большее количество баллов. И несмотря на то, что это не рекомендовано, принимать решение не назначать антикоагулянтную терапию. Целесообразнее исходить из подхода модифицированных, потенциально модифицированных и немодифицируемых рисков кровотечения. Мы признаем, что они есть. Мы используем эту шкалу. Мы оцениваем эти риски. Мы стараемся их модифицировать. Туже анемию можно скорректировать. Да, низкая скорость клубочковой фильтрации, к сожалению, как правило, коррекции не поддастся. Но, тем не менее, даже из этого правила существуют исключения. Это риски. Мы должны их знать, но они не должны влиять на вероятность назначения антикоагулянтной терапии. Потому что фраза «я боюсь кровотечения» никогда не должна заменять фразу «я боюсь нарушения мозгового кровообращения или перонармного события». Мы должны выбирать тот препарат, который имеет наименьшую степень элиминации через почку. В данном случае это либо апексабан, либо риворексабан. Они имеют наименьший процент элиминации с почкой. И, соответственно, у больных с низкой скоростью клубочковой фильтрации это более низкий риск, дополнительное снижение риска кровотечения у нашего пациента. И, наконец, я хочу сказать, что есть огромный... Вот мы сказали, что правдой было то, что больной с диабетом станет источником коморбидности. Правдой было то, что больной с сахарным диабетом, к сожалению, быстрее приведет больного к коронарному событию. Правдой было то, что больной с сахарным диабетом приведет больного к быстрому снижению функции почки. Правда была в том, что мы будем выбирать в диантикоагулянтах тот, который будет дополнительно влиять на риски гранатного события и невысокий риск кровотечения за счет низкой скорости клубочковой фильтрации. Но точно так же правдой будет и то, что среди наших пациентов входит огромное число больных с сахарным диабетом и еще не диагностированной фибрилляцией предсердия. Я очень люблю показывать слайд, сейчас он будет следующим слайдом, но многие наверняка его видели, это один из моих любимых слайдов, о наших реальных возможностях в диагностике, в следующих случивах, о наших возможностях в диагностике фибрилляции предсердия. Если представить, что это черно-белая линия, это линия жизни больного, здесь он гипертоник, здесь у него ЭБС, здесь у него ХСН, здесь она бессимптомная, пароксизмальная, персистирующая и постоянная. И когда мы ставим больному диагноз, фибрилляция мы ставим его вот здесь, где имел место длинный пароксизм. А что у нас, какие у нас шансы поставить этот диагноз раньше, в более молодом возрасте? Возьмем один год из жизни больного, это 8760 часов, и мы пытаемся поставить разными способами этот диагноз. Если мы хотим добиться стопроцентной вероятности, да или нет, только имплантированное устройство. Только задумайте, что между этим моментом, когда она развилась, и когда мы поставили диагноз, может пройти до 7 лет. До 7 лет дополнительного риска. Имплантированное устройство нам недоступно. Это удел федеральных научных центров. Что мы можем? Мы можем работать в частной клинике и повесить больному дважды полтора продолжительностью 7 суток. Но со 100% при этом мы упадем до 4% шанса поставить диагноз фибрилляция предсердия тогда, когда она началась. У нас нет 7-суточных холтеров. Мы будем вешать обычный, важный нам пациент. Каждые два месяца вешаем холтер. Шанс падает еще в 2 раза, до 2%. Но у нас и нет и такой возможности. В лучшем случае мы повесим 1 холтер в год. 1 холтер в год поставить диагноз фибрилляции предсердия. Там, где она на самом деле развилась, составляет 0,2%. У нас нет такой возможности. А просто снятые ЭКГ еще меньше, 0,06%. Мы упираемся в суровую реальность. Классическими методами ставить этот диагноз на самохранительность в этапах без имплантации устройства нельзя. Но это не значит, что это пессимизм и все плохо. У нас нет такой возможности. Есть технологии, которые сейчас начали развиваться и позволяют это сделать. Я вот сейчас следующим слайдом покажу это. Я не занимаюсь предприятием, я не являюсь предстоительным компаниейным. Но именно она разработала это по заказу Министерства здравоохранения США. Представьте себе классические часы. Вы видите, что здесь закреплен датчик. Но это не датчик ЧСС на обратной странице часов. Это датчик ритма. Он фиксирует интервалы РР. И как только он фиксирует изменение интервалов, любую ритму и не только фибрилляцию, он посылает сигнал, часы начинают вибрировать. И гениальная задумка. Все, что надо в этот момент сделать человеку из-за часы на левой руке, засунуть в правую руку карман и прикоснуться к чехлу телефона, где закреплен второй датчик, начинается запись одноконального ЭКГ. Если человек не потерял сознание, то любая ритма, не только фибрилляция, будет зафиксирована. Это дорогая система. У нее дорогое абонентское отслуживание, потому что заснято ЭКГ отсылается в центре, где анализируется искусственным интеллектом. Шансы его ошибки 0,801. Это значительно ниже, чем у живого человека. Это искусственный интеллект, обученный на машине Ватсона. Он ставит диагноз у стипа и нарушение ритма. Прогноз больного рассчитывает это автоматически. Это будущее. Там дорогая абонентская платная. Но рано или поздно цена упадет. Появятся более дешевые аналоги из Юго-Восточной Азии. Это станет доступно. И, наверное, без имплантации устройства. Это та сторона, куда мы должны смотреть. Потому что чем раньше мы поставим этот диагноз больному, именно на этой ноте не хотелось бы завершить наступление. Чем раньше мы поставим диагноз больному, тем больше шансов, что у этого пациента прогноз будет более благоприятный. Тем раньше мы начнем лечение этого пациента. И тем меньше событий будет происходить в его жизни на протяжении последующих 6-7-8 лет. Просто задумайтесь. Такие системы дают нам шанс поставить диагноз значительно раньше. И на самом деле это все, что я хотел сказать в своем коротком сообщении. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Аплодисменты.